Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шаббат шалом, аллилуйя! Спасибо Господь тебе за все, спасибо, спасибо, спасибо. Да, шалом, друзья, Роза пишет, да, шалом. А я только пришел, вот, был здесь неподалеку в магазине и кое-что к шаббату купил. Мне написали, что завтра пришлют только утром, думаю, как-то нехорошо хочется к шаббату получить этот подарок и уже прославить Бога. Сейчас сюрприз покажу вам. Вот, и, ну, пошел, все-таки, думаю, ну, вдруг все-таки привезут пораньше, перед шаббатом, чтобы, да, получить мне уже этот подарок, чтобы уже сегодняшний эфир очень хотелось с этим подарком как раз именно уже быть, да, уже прославить Господа этим подарком. Так, Инночка подключилась уже тоже, наверное, да, где там мои, сегодня я разговаривал с супругой, с детишками, вот, с Холей. Здравствуйте, я из Томска, у нас 10 вечера. Говорите, Сергей, на иных языках. Да, конечно, да, конечно, я говорю на языках. И молюсь на языках, и говорю на языках. С 96-го года самого, когда вышел из традиционного православия, тогда вот, и, собственно, буквально через несколько месяцев уже после того, после выхода моего, вот, Бог крестил меня Духом Святым, со знамением молитвы на иных языках. Да, так что я харизмат такой. Аллилуйя. Православный харизмат. Газету издавали мы здесь в Киеве, и под названием было написано «Газета православных христиан веры евангельской». Здесь союза писятников, значит, в Киеве. Поночка Михаил Степанович Лидия пишет «Шаббат шалом, братья и сестры, шаббат шалом». Я к нему приносил эти газеты, он почитал и сказал, ну, вот, я, вот, всякое видел, но такого еще не бачив, не чув, такого еще не слышал и не видела вообще. Я говорю, Михаил Степанович, то ли еще будет вообще, то ли еще будет, ой-ой-ой, слава Богу. Роза пишет «Слава Господу», аллилуйя. Так, где же Инночка? Где же моя Инночка? Так, можете закрыть глаза, хотя уже слышно было, наверное, да? Аллилуйя. Аллилуйя. Так что буду славить Бога на вот таком самом простейшем инструменте, народном, да, тамбурин. Класс, Геля напишет, да? Надо, надо с чего-то начинать, думаю. Гитару хотел купить, ну, дорого, значит, ну, короче, звуки радости, Роза пишет. Да, да. Постепенно все, и дудочка там такая красивая была такая, дудочка продавалась такая, свирель такая, я не знаю, как назвать ее, простая такая. Думаю, надо будет постепенно такие всякие инструменты, да, и учиться, постепенно учиться, да, приобщаться к музыке, да, музыкальной культуре и славить Господа. Надо будет здесь тоже что-нибудь как-то оформить, думаю. И с этой стороны, наверное, что-нибудь нарисовать, и с этой стороны, наверное, надо что-нибудь нарисовать, да? Здесь, может быть, даже Минору, там, или... да, можно, кстати, Минору, да, неплохо было бы. Вот, или как вот изображает, допустим, семисвешник, да, Минора, потом, значит, переходит в рыбку. Звезда Давида и переходит в рыбку. Тоже очень, кстати, классный символ. Получается прям вот такая взаимосвязь, такая вот так, как раз вот христианство, да, значит, и библейских корней наших, еврейских корней, да, классно. А дырочка, не знаю, для чего это, дырочка, наверное, это... Держать, наверное, держать, удобнее, чтобы было. Аллилуйя! Классно, звучит хорошо, мне нравится. Я радуюсь вообще этой вещи, да, класс. Да, спасибо, Господь, спасибо. Да, возможность сегодня купить. Вот, и разные музыкальные инструменты там продаются. Ну, вот, выбрал такой. Там были, меньше было этих позвонков, но я выбрал где побольше, чтобы получше звучало. Буду в церкви проставлять Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! И у нас в церкви, и в гостях зовут Вячеслав Сергеевич меня. А, слава Богу, да. Приветствую, слава Богу, да. Друзья, всех приветствую, благоставляю всех во имя Господне. Всех братьев, сестер, всех-всех-всех отовсюду. Возлюбленные, шалом всем, мир, благодать да умножится в познании Господа. Пусть сойдет шаббат, шалом, глубоко покаяние на всю церковь и нашу землю Украины. Игорь пишет. Аллилуйя! Аллилуйя! Да, я сейчас в Украине, я сейчас в Киеве, да. До конца июля я здесь. Еще неделю, или сколько там, даже больше чуть. Так что, да, вот, благодарю Бога за все. Шаббат, шалом, Валентина. Аллилуйя! Да, шаббат, шалом. Благословений Господних, благословений. Всех вас благоставляю, дети Божьи. Благословения. Благословения. Благословения всех вас. Аллилуйя! Аллилуйя! Да, даже так, идея такая сегодня возникла у меня к шаббату подготовить специальный такой акафист, субботний акафист. Вот, акафист это очень красивое песнопение, такая, ну, форма восхваления Бога, да, форма поклонения Богу, православный такой. Такое, очень своеобразное такое песнопение, очень красивое, да, форма исполнения красивая, особенно когда с харами, антифонно, потрясающе. Вот, и я так подумал сегодня, а почему бы вот не написать такой акафист именно как раз вот именно в честь субботнего дня, при наступлении субботнего дня, да, классно было бы, Екатерина, шалом, амэн, амэн, аллилуйя, амэн. А здесь еще, благослови Господь Израиль, Украину и все страны, амэн, да, да, слава Богу. Так что да, благоставляю всех вас, возлюбленные дети Божьи, благоставляю. Вот, и по всему лицу земли, привет всем с Киева, с берегов Днепра, славим Господа, Он благой, Он человеколюбивый, Бог наш, слава Ему за все. Аллилуйя, да, благоставляю и свою семью, и всех друзей церковной реформации. Аллилуйя, спасибо Господь Тебе за все, спасибо, спасибо. Да, здесь наклеечка какая-то, она не нужна, наклеечка, вот, ни к чему, вот так вот, да. Да, спасибо Господь, и ты помашь этот инструмент тоже Духом Святым. Да, каждый звоночек здесь, каждый позвоночек этот, каждая заклепочка и ободочек, все это, и эта ударная кожа, это все во славу Твою, Господь, все для славы Твоей. Этот инструмент сегодня приобретенный, Господь, на Твои деньги, святые деньги, да, я посвящаю Тебе, Господь, при начале субботнего дня сегодняшнего, да, посвящаю этот инструмент, простейший инструмент, но это вот инструмент, тоже прославляющий Бога, прославляющий Господа. Благостоли, Господь, и пусть от звучания этого инструмента люди исцеляются, освобождаются от бесов, освобождаются действительно всяких зависимостей, восстанавливаются. Пусть Твой Дух Святой течет во имя Иисуса Христа, как река, слава Тебе, Святой, слава, слава, слава. У нас же такой звук. Большое опTM sleepy, Господь, Христа, Redución, Верне, Горде и Христа, Сумботе. Благостоли намынокеннище п affairs institute по прославию о полезных службюхе. Славлю Тебя, Господь, славлю, славлю Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Господь, слава, 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь, Аминь, Аллилуйя, Слава Тебе, Святой, слава, 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 благостоветный Господь Бог, наш Царь всей вселенной, Давший нам дожить до этого времени Давший нам Господь жить в это время удивительное Благословенный Господь Бог наш Возлюбивший нас всех Возлюбивший свое творение Да, творивший в любви Господь И возлюбивший и любящий нас И доказавший свою любовь Отдав свою жизнь за нас Сына своего единородного Дабы всякий верующий в Тебя не погиб Но имел жизнь вечную Слава Тебе, Господь Святой Слава, слава, слава Аллилуйя, аллилуйя Слава, слава Тебе Слава, слава и хвала Благословен Царь наш Благословен Господь наш Благословен, благословен Аллилуйя Благодарю Тебя, Господь За это завершение этого дня И завершение этой недели Да, сегодня Последний день Завершающий, да, день Библейской недели Трудовой Потому что наш Отец трудился Наш Творец Трудился, да, Иоанна 3,16 Аминь, 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 да И Золотым стихом мы называем этот Стих из Библии, да Который как ключик золотой Открывает Тайны Бытия Тайны Слова Божьего Сердца Нашего Любимого и нашего Любящего Господа Отца нашего Аллилуйя Творца нашего Слава Тебе, Господь Слава, слава, слава Слава Тебе и хвала Аллилуйя 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 Благодарю Тебя, Господь Благодарю Шесть дней Ты творил весь мир Да И Господь, и мы творим Да Шаббат, шалом, драгоценный Аллилуйя Мир вам, радость, Господь Здоровья Лидия пишет Аллилуйя Аллилуйя Радости, здоровья Мира Шалома всем Божественного шалома И мы тоже творим Да Работаем Заповедь Божья Говорит нам Да Хотя обычно Акцентируем мы внимание На Второй половине Будем так говорить Да Значит Вот именно на Соблюдение субботы Но В общем-то В этой заповеди Говорится не только о субботе Но говорится и о других шести днях В общем-то Поэтому это нельзя выпускать тоже Здравствуйте, Сергей Андрей пишет Да, это Виктор Из Ахена Привет А Виктор, да Слава Богу Так что, да Ахен Ахен Аллилуйя Да, давно В ваших степях Уже В ваших краях Не было уже Но Господь даст Еще побываю Во Франкфурте На Майне В Ахене Исторические места Во времена Карла Великого Как раз там проходили Соборы церковные Которые стали Очень и очень Такими реформаторскими Такими Для Западной Европы Они поддержали Собор Византийский Собор Восточный Вселенский 754 года Где было Заявлено Что икона Почитания Это Грех Это идолопоклонство И было осуждено Икона Почитания Почитания крестов Икон Мощей И прочие Формы Идолопоклонства Новозаветной Церкви В 754 году Были осуждены Эти ереси Сандэ До сих пор Помню Интервью в Церкви Это Украина Сандэ Деладжа Да Пастор Сандэ Он здесь В Киеве Насколько я знаю Я правда Давно уже не видел Я его Уже много лет Но Он здесь Я подписан На его новости И вообще Посольство Божье Подписан На новостные Эти рассылки На фейсбуке На фейсбуке По крайней мере Точно И в неделю Два Три раза Точно Я там читаю Новости Посольства Пастора Сандэ Пастора Боси Выступления Очень интересные Такие Насыщенные Слава Богу Конечно Посольство Сегодня не такое Уже Какое было Раньше Когда-то В конце 90-х Тогда Конечно Оно даже Называлось Не посольство Тогда А слово Вера Тогда называлось Я помню Вы там Сергей Были Да Часто бывал В гостях Часто бывал Я там Да Безусловно Слава Богу Вот С 97-го года Начиная Когда мы познакомились С пастором Сандэ Я там Часто бывал Часто в гостем И До 2004-го года Пока мы жили В Украине Жили в Киеве Да В 2004-м году 16 лет назад Мы вернулись В Россию Вот А до этого времени Да Я там был Частым гостем Вообще Очень частым Вот Особенно В конце 90-х Да Шаббат Шалом Помолитесь Пожалуйста За мужа Григория За душевное Физическое исцеление Любовь пишет А А Любовь Давидовна Наша Да За Григория Конечно Да Благоставляю Да Благоставляю И вас И вашего мужа Да И дочью И значит Вообще Семью вашу Благоставляю Да А за Григория Да И за физическое исцеление Да Значит Здоровье И душевное И действительно Пусть Бог благословит Мир Шалом Вашему дому Любовь Давидовна Шалом Вашему дому Мир Шаббат Шалом Аллилуйя Да И сестры Братья Тоже помолимся Тоже Давайте за Григория Вот И молитвенные нужды Пишите здесь Да Вот Но Любовь Давидовна Я-то за вас молюсь И за ваш дом Молюсь Постоянно Вот Поэтому да Ну чтобы люди другие Тоже молились Конечно Да Вот И на Вайбер На Ватсап Пишите Вот молитвенные нужды Потому что Здесь это одно А на Вайбере На Ватсап Я постоянно проверяю И у нас Молитва Кстати Может быть Завтра попробую Созвониться Как раз с Кифой Точно И мы помолимся На эту тему Здорово Вообще Хорошо Вот Сегодня средства связи Такие да Потрясающе Здорово По мессенджеру Можно молиться Да Значит Люди в разных городах Разных странах И вместе молимся Как будто Вот вместе В одной комнате Валентина пишет Аминь Вот здорово Прекрасные возможности Сегодня да Прекрасные Удивительные возможности Спасибо Господь За все Спасибо Любовь Пишет Давидовна Да Аллилуйя Спасибо Господи За все Благословен ты Царь наш И когда Заповедь Божью Мы читаем Да То обычно Акцентирую Внимание На Седьмом дне Да Но нельзя забывать Что в этой же заповеди Говорится И о других Шести днях Неделя И говорится Что мы должны Трудиться Работать В эти шесть дней Вот Поэтому Те кто Шесть дней не работают Значит да Они тоже Так же грешат Как и те кто Значит Седьмой день Не чтут Пред Господом Вот Конечно я понимаю Что Бог Простил всех нас И простил все наши грехи Уже значит Но Давайте ну Не забывать все таки Действительно Повеление Бога Тем более что это так здорово Вот каждый день Трудясь Вот значит Мы понимаем Что вот как Бог Трудился над этим всем миром И мы тоже трудимся И благоставляем Бога Этим самым Даже самим 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 трудом нашим Да Какими-то свершениями Нашими Каким-то творчеством нашим Благоставляем Бога Святого Как Лютер Мартин писал Что Значит Если Христианин Да Сапожник В чем будет его христианство В хороших сапогах Вот именно Его творчество Будет В его работе Да Его Познание Бога Будет в его работе В его труда В этих хороших сапогах Вот И так каждый из нас Да В работе нашей Да Мы проявляем себя Во всех делах наших Проявляются Наши внутренние Составляющие Да Вот И это Это правда На самом деле Во всем Что мы не делаем Мы проявляем Чаще всего Совершенно даже Ну Бессознательно Не думая специально об этом Но проявляем Самого себя Поэтому Если хочешь узнать Что за человек Значит Да То Мы обычно Как судим О человеке Да Чтобы познать его Узнать его Да Смотрим на его поступки На то что он говорит И на то что он делает На то что он делает И на то как он говорит Вот И это очень важно Чтобы мы поняли Потому что мы можем понимать Человека По своему Вот Да Значит Ну Как же его Понять По настоящему Каков человек Вот когда Значит Смотришь Как он Что он делает Вообще Как он делает Вот И что он говорит И как он говорит И о ком говорит И почему говорит И уже как-то можно понять Что внутри него находится Потому что внешность Обманчива На самом деле Миловидность Даже обманчива Написана Да Нужна боящаяся Бога Достойной похвалы Да Седьмой день по Библии Святит еще Моисеем В заповеди В шестой Если Помню Что говорится День субботний В четвертой заповеди Божьей Говорится о субботе Но вообще Задолго до Моисея С самого начала История шабата История субботы Это история Уже почти шести тысяч лет Пять тысяч Семьсот Восемьдесят Почти восемьдесят один год тому назад Вот Когда Бог сотворил весь мир Согласно Библии Значит Да Значит То первую субботу Всевышний Бог Провел Вместе с нашими Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра Много раз Пра-пра-родителями Я очень люблю Эту историю Пересказывать Напоминать Самому себе Очень люблю Эту историю Однажды Бог сотворил Весь мир Да Это было Начало времени Шесть дней Он творил Весь мир На шестой день Вот в такую же пятницу Да Шестой день Творения Сотворения В Израиле Пятница Так называется Шестой день День шестой Воскресенье Первый день Понедельник Второй день Среда Значит А вторник Получается Третий день Там Среда Четвертый день Четверг Пятый день Пятница Шестой день Вот А седьмой день Шаббат Написано Шаббат В израильском календаре До сих пор так Вот И вот в такой же самый день Такую же пятницу Бог создал наших пращуров Наших праотзов Прародителей наших Адама И Еву Как я обычно говорю Да что Адам это как базовая модель Мужчину создал Как базовую модель Вот как автомобиль Допустим Есть базовая модель Да А женщину потом создал Из него уже Это как-то такая Навороченная модель Такая уже Вот Поэтому да Жена Женщина Самое последнее творение Бога Поэтому да Самая близкая к Богу Из всех творений Добрый вечер Шалом Марина пишет Аллилуйя Добрый вечер Да Шалом Шалом Вот И Да И Все мы Мужчины Женщины Да На этой земле Независимо от нашей национальности Культуры Традиции Расы Мы все Сыновья Адама И дочери Евы Мы все Потомки той первой Благостовенной семьи Которую Бог создал На этой земле Почти 6 тысяч лет назад Да Так В США Также понедельник Вторым днем считается Ну и в православной традиции То же самое Церковной календаре Православном В воскресенье Это первый день недели Понедельник Это второй день недели И дальше До седьмого дня До субботы Недельный цикл Богослужения Православных Тоже начинается Да С воскресенья Заканчивается субботой Но у католиков Не так У католиков У них Конкретно Да Произошла такая перемена К сожалению Ну Как бы У всех свои Какие-то нюансы есть Да Да Шалом Добрый вечер Дмитрий А Да Дима Да Слава Богу Виталий пишет Каждый день нужно с Господом проводить Конечно Да Безусловно Да Как вы думаете Про науку Они находят Ой здесь Ой-ой-ой Енох Это про образ Написано Ходил Енох Не стало Да Аминь Про Кости Там сто тысяч лет Говорят Если можно спросить Конечно можно Но я Не ученый человек Я этим не занимаюсь Специально Науками Поэтому Я вообще Как бы далек от этого Исследования Поэтому значит Я могу лишь как дилетант Как вот Просто Читал Слышал Сказать Но лучше вам Все-таки обратиться К специалистам Именно К тем кто занимается Наукой Профессионально Профессиональный ученый Вот Христиане Ученые Креационисты Очень хорошие Вот у Канета Коплинда Старые программы есть Посмотрите пожалуйста Очень классные программы Однозначно доказывающие Что Земле не больше Шести тысяч лет Канет Коплинд Он тогда еще молодой был Еще правда Это программа записана Еще в 70-е По-моему Годы были Или начало 80-х А чем это противоречит Писанию Согласно Библии Земле не больше Шести тысяч лет А именно Непосредственно Пять тысяч Семьсот Восемьдесят Почти Восемьдесят Один год Бог создал Весь этот мир Согласно библейскому Исчислению лет Вот Значит Канет Коплинд И Карл Ба Вот запишите себе Да Программы Цикл Там был целый цикл Программ Канет Коплинд И Карл Ба Потрясающие программы Они хотя старые уже Но они очень актуальны Очень серьезные А еще Рекомендую Канет Ховенда Канет Ховенд Канет Ховенд Он христианин Баптист Ученый Евангелист И он именно Как человек науки Очень популярно На пальцах Все подробно Разжевывает Объясняет Вот Но я не могу Передать многие эти вещи Просто я не специалист Я далек от науки Честно говоря Поэтому Значит Вот Но это специалисты Очень хорошие Да Коплинд Также актером В 70-х 60-х был Да Слава Богу Да У него есть таланты На самом деле Прекрасные таланты Очень уважаю его Очень люблю их С Глорией вместе Часто за них молюсь Благоставляю их Я партнером являюсь Их служение Много лет Уже Около 20 Сколько там Ну с самого 96-го года Короче Да Почти 25 лет уже Партнером Его служение являюсь Я план себе расписал О чем буду молиться И Фактически ни о чем Из того что я напланировал Я ни о чем не помолился Представляете Потому что Дух Святой Повел настолько Это было в 97-м году Еще здесь в Киеве Да 97-й год И весь день С утра С раннего утра До позднего вечера Я молился Не переставая Фактически Только вот буквально Там Отходил Буквально там Водички попить И все И снова на молитву Вот С утра От рассвета Значит До заката Молился только За Кената Коплин Да и за Глорию Коплин Вот за их семью молился Я не мог Ни о чем другом молиться Я пытался еще Думаю Ну как бы Ну я не люблю молиться На сухую Не люблю молиться Вот просто Лишь бы молиться Воздух теребить Без Духа Святого Молитва Она Ну не знаю Я очень быстро устаю Когда молюсь без Духа Святого Когда сам по себе Просто от ума молюсь Вот Я не люблю так молиться Я люблю молиться Когда вот Как Бог Как Ему нравится Вместе с Ним молиться Вместе с Духом Святым молиться И не важно Молюсь ли я умом Или молюсь Духом Не важно Чтобы и то и другое Должно было Должно быть На мой взгляд Именно в Духе Святом Должно быть Обязательно Вот И И вот я молился И умом Молился Духом Ну, больше на языках даже молился целый день Вот именно как раз за Кеннета и за Глорию Коплингов молился, да, за их семью И я пытался еще несколько раз, думаю, может я все-таки о чем-то другом еще помолюсь Я же не могу целый день молиться только в одном Но я начинал о чем-то другом молиться, я понимал, что Дух Святой, он в этом не действует Я иду сам, не, мне не нравится Так я опять пошел за Духом Святым, опять молюсь только за них И Бог вел целый день молиться именно за их семью, интересно Уникальный был случай такой А так вообще, да, очень почитаю их, молюсь за них Вот, значит, и Кент Ховенд, ученый, да, Сергей Повери Расскажите, пожалуйста, реальную историю Когда ребенка сбил, и кто? Голова расколота Ух ты, здесь свидетельство просят, видимо, да Но по молитве Святого Духа эта голова стала целой Ну это, это вы имеете в виду вот это воскрешение из мертвого В моем служении было несколько уже случаев воскрешения из мертвых Вот это самый первый случай, вы вспоминайте, потому что голова у него была еще расколота, да, на самом деле И хотя он воскрес, но он был еще весь поломанный А потом очень быстро исцелился, все срослось, голова срослась бесшовно В течение 10-15 минут максимально Пока везли его с места происшествия, значит, до больницы Вот, и даже не только новые переломы заросли у него за этих 10-15 минут Но и обещал себя, обещал себя цацками А, про меня в смысле цацками? Ну, да, хорошие православные цацки и иудейские цацки Но для меня это не просто цацки, конечно Для меня это, знаете ли, определенные символы, определенные знаки Вот, и они имеют определенное значение для меня, значит, для моего служения Хотя, в принципе, да, это цацки Это по сравнению с основой вообще, с фундаментом веры Это все, вообще, все это вот ничто Вообще, по идее, с Богом, когда мы Друг ты мой, я из Суража О, так здорово, Сураж я хорошо знаю Я же служил там священником, слушайте Я очень люблю Сураж Брянскую землю очень люблю Молюсь часто Сураж для меня родной город Да, потому что я там полтора года жил Ну, примерно полтора года Примерно полтора года, да Вот, значит, очень люблю Сураж Брянскую область Часто вспоминаю Особенно Новозыпков Старобрянцев там Новозыпковских Классные вообще И мне так нравится вообще Геннадий был живой там еще тогда Геннадий, Владыка Геннадий Новозыпковский, Московский, Всеруси Старобрянцевской церкви Вот, значит, и Вот у них я бывал тогда, значит И Новозыпков я очень полюбил, конечно Вообще тоже и Унечу И Почек, там, значит, и Мглин, там Отец Василий Благочинный был В Унече Отец Анатолий был Да, тоже там служил с ним Вот В Клинцах В Клинцах Да, значит Клинцы Тоже там Кстати, большой город Клинцы Все-таки сравнительно Да, он, по-моему, даже второй После Брянска там Вот, по области Вот, поэтому, да Для меня Брянщина Она своя, родная Да, привет Передавайте Брата или Кто там, сестра Кто там, ну Написал Мне нравится ваша реакция На Цацкий Вы молодец Владеющий духом своим Не-не, ну че, нет Ну, на самом деле Цацкий, так цацкий Че Сленг такой, да Определенный есть В определенных кругах Вот, значит Но Передавайте привет Суражу Обязательно Вот И Там, значит Есть дом молитвенный Евангельских Христиан Вера Евангельская Пятидесятников Вот Если там будете в гостях У них там Или там Или там Заходите к ним То привет передавать им Хорошо Прям в центре Бывшее ЦСУ здание Вот, в центре там прям Вот Одноэтажное здание Такое Деревянное Привет Из Гагарина Двадцать пять Я Название не помню Улицы Не помню Там Возможно Он на этой улице Находится как раз Да Спасибо Вот Я не помню название Улицы Но я помню Что это Бывшее здание ЦСУ Тогда В девяносто Четвертом году По-моему Оно было ЦСУ еще А потом мы его передали Передали Значит Этим Верующим Бывшая церковь Не знаю Не знаю Вот Таких тонкостей Не знаю Была ли там раньше Церковь Не знаю Честно говоря Возможно Возможно Я Потому что До девяносто пятого Года Я сураже Не был Поэтому я не знаю Вот то что было в девяносто пятом Начале девяносто шестого Я очень хорошо знаю В сураже А что было до того К сожалению Я очень плохо знаю Очень плохо Вот И Там Григорий Тельных Если знаете Григорий Тельных Очень люблю я его Вообще Прям Ой не знаю Я брата возлюбленного моего И суража Просто обожаю Григорий Тельных Он был тогда дьяконом В девяносто пятом году В девяносто шестом Он служил дьяконом Тогда у писятников А теперь он пресвитер В городе Сураж Последний раз Когда мы с ним виделись Да Он был пресвитером В этом городе Вот в этой церкви Как раз Бывшее Бывшее ЦСУ здание Классно Спасибо Что и суража Напомнили о себе Здорово Ой Прям аж Елей на сердце Да Слава Богу Здесь вопрос еще дали Что 26 лет назад Ровно я с Одним ребятами Вместе с тренером В лагерь По карате Отвозил Это 24 94 года Сейчас пастор Да Слава Богу Пусть Господь Благословит Всех вас Друзья Братья и сестры Пусть Бог Благословит Возлюбленные Дети Божьи Всех вас Во имя Иисуса А я на Атрибуты Не смотрю Слушаю Что говорит Брат Сергей Алла пишет Аллилюя Да В общем-то Да И Я думаю Что Ну В честь праздника Можно еще Потом можно все снять В принципе будет Я думаю Даже Со временем Будет своя студия Наверное Сделаем Чем проще Тем лучше Наверное Вот Как кифа Порой записывается На самом деле Я думаю Оптимальный вариант Меньше Вот этого Цацок Всяких Как брат сказал Или кто там И меньше всего Отвлекающего Наверное В принципе Это правильно Наверное Да Ну вот Так вот Привыкли мы Православные Вот этим Цацком Всяким Спасибо Господь За все Благослови Господь Всех нас Благослови Всех Братьев Сестер Всех 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 Благослови Сегодня Сураж Аллилуйя Мне нравится Что именно В формате Священника Гелена пишет Ну да Вот формат Священника Можно даже Без поноги И просто с крестом Вот в принципе Оптимальный Просто ряс И крест И Просто студия Кстати Чем меньше Вот этих Вот вещей Наверное Тем Проще Восприятие Наверное Скажите Как климат Погоды Сегодня Вот сейчас На данный момент В Украине Хорошая погода Не жалуюсь Слава Богу Облачно Солнечно Облачно Все правильно Церкви Царские притягивают Людей Православных Которые не занят Бога Да Мне нравится атмосфера Общения Все больше Молодцы Дети Божьи Аллилуйя Аллилуйя А кто это написал Тай по ней А Алла Пишет Алла Да Слава Богу Иногда нужны такие общения Просто Да На покаяние Валентина пишет Аллилуйя Да Да Аллилуйя Спасибо Господь А у нас Сибирь Холодный ветер И ночи тоже Да Сибирь Матушка Да Сибирь Матушка Даст Бог Побываю А некоторые Идут на царские Потом Прозревают Обращаются К слову Да Тоже Совершенно верно Поэтому здесь Понимаете ли У У каждого Поэтому свой какой-то стиль Не знаю Своё служение Я вообще Шалом Учение Иисуса Христа Меняет нашу жизнь Аминь Да Шалом Вообще Я Когда в Сураже Служил там На приходе Я ещё был тогда Традиционным священником Не реформатором Не обновленцем Служил в Русской Православной Церкви Московского Патриархата Вот Начало 90-х И вот В Рязани Я служил вообще-то В Рязанской области Вот значит А до того В конце 80-х Это Орёл Значит И Московская область Орловская Московская область Да Вот значит И С 87-го года Начался мой стаж Служения Церковного В Русской Православной Церкви Вера Отслышание Слова Божьего Алла пишет Аминь Аминь Да Да Это точно Это факт Вот И Знаете Вот За годы служения Как вы относитесь К апологетике Положительно Но я не апологет Честно говоря Это не моё Но очень Очень уважительно Отношусь Особенно Джош Макдауэл Вот мой любимый Из апологетов Я его перечитывал много раз И всем рекомендую У нас в церкви Тоже значит Его литература Раздаётся Джош Макдауэлла Неоспоримое свидетельство Вот такая книга Вот Бомба просто вообще Она Притом Чем хороша У Джош Макдауэлла У него Изложение Очень хорошее И хороша И для верующих И для неверующих То есть для Для всех Для всех абсолютно Отец Сергий Виталий Проскажите о вашей встрече С Иисусом в карцере Вы с утра Немножко коснулись Этого Каким Вы его видели Видели Что вы чувствовали В тот момент Джош Макдауэлл Это да Привет из Суража Мы сейчас живём В Гагарин 25 Ходим к пастору Григорию В церковь Это наш Наш дядя А здорово Аллилуйя Да Григорию Да привет огромных Сообщений не будет Ирина пишет Почему Не знаю Но Вообще Григория я просто Очень люблю Обожаю просто Вообще брата Вот от меня Его просто Крепко Сожмите Вот в это воскресенье И поцелуйте его Хорошо за меня Знакомый Джош Макдауэлл Что-то это И пастор церкви И евангелия Да нет Он не пастор Он совершенно не пастор Это не его призвание Он именно апологет Вот как обратно писал Он именно апологет Он ученый Апологет Он раньше был О себе писал Что он был атеистом Раньше А потом он Стал Засел За книгу Хотел издать книгу Против Библии Разоблачая Библию Вот Но это давно было Еще в 60-е годы По-моему Там в конце 60-х Атеизм Среди преподавателей Зашкаливал И он тоже был атеистом Он смеялся над коллегами Христианами И вот решил Разоблачить Библию И представляете Вместо того Чтобы разоблачить Что такое апологет Защитник веры А писатель тогда Да Писатель Писатель Защитник веры Апология Защита веры Будем так говорить Вот И защитное слово Значит И В истории христианства Время от времени Бог поднимает Апологетов Очень серьезных Таких Сильных апологетов Вот Джош Макдаул Это вот один из таких Апологетов Нашего времени Кент Ховенд Которого я упомянул Выше в самом начале Его лекции Посмотрите на ютубе Наберите Кент Ховенд Динозавры Кент Ховенд Это тоже апологет Он Ученый человек Но его лекции Это чистой воды Апологетика Это откровенная Апологетика Все доносить Очень популярно Простым языком Он минимум Этих терминов Таких сложных Использует Все разжегывает Все объясняет Поэтому даже Его слушаешь И вроде как Все понятно уже Вот Да Слава Богу Поэтому Вот Из апологетов Современных Джош Макдаул И Кент Ховенд Тоже его Американцы рекомендуют Кент Ховенд Да Вот А суражским Привет еще раз Я просто вообще Ну сегодня Для меня праздник Какой-то Слушайте Вот Сураж Обожаю Сураж Вот Благоставляю Вот И Очень хочу Все-таки Побывать Кстати Вот Слушайте Если вы еще Не отключились Суражские Кто там суражские Были Значит Пусть Григорий Мне напишет В воскресенье Напишите ему Хорошо Мои контакты Дайте ему Мои контакты На вайбер На ватсап Пускай напишет Мне хорошо Потому что я не знаю Его телефона Ну Как бы И Есть ли он там Вообще в вайбере Савиной Нет А кто такая Не знаю Савина Не знаю Честно говоря Не слышал Может быть Я что-то пропустил Из текстов Выше Но сейчас Не буду прокручивать Уже наверх Уже Но значит Григорию Пастору Григорию Да Передавайте привет И пусть он мне На вайбер На ватсап Напишет Хорошо У меня там И вайбер Ватсап Обозначены И на российский Номер И на украинский Номер Под этим видео Под каждым видео Есть полная информация Вы можете открыть И там полностью Вот это все Вот это вот Ну Скопируйте Там значит Выберите Вайбер Ватсап Хорошо Прошу 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 Очень даже Очень прошу Вот Я по нему Соскучился Может быть Даже мы с ним Скоро увидимся Потому что Здесь Сейчас думаю Каким маршрутом Мне ехать Здесь из-за карантина Я задержался В Украине Надо уже домой Возвращаться Давно уже Пора Пришлю позже Телефон Григорию А Спасибо огромное Спасибо Желательно Чтобы Вайбер Ватсап был Все таки Вот у него Было бы классно Ирина Савина Ахина А Не знаю Такой Не знаю Сергей Связь тормозится Не знаю У меня вроде бы Связь не тормозится Окей Вот Я уже соскучился По Григорию Да Очень соскучился Вот Люблю очень я его Вот В молитве часто Вспоминаю его Ночью бывает Просто вот На молитве Вот И вот Григорию За него молюсь Непосредственно Поэтому да Я очень рад сегодня Что для меня Это прямо ответ Какой-то подарок Интернет почему-то Тормозит Летает Вот Друзья И Чуть-чуть Так Я не успеваю Все прочитывать Просто Потому что Там Боюсь Не все сообщения Успеваю прочитать Просто Ирина Ты с Ахина А Это Переписка Уже Между Участниками Слава Богу Я не понял Просто Я помню Как вы пришли В рясе В церковь А Первый раз Если да Первый раз Это было Еще да В девяносто шестом году Как раз В том самом Иисус Бог Аллилюя Так это Аксиома Это ж Никто ж Не спорит Вот Значит И По поводу Свидетельства Даст Бог Сегодня расскажу Сегодня Вот Да А я попал Первый раз На служение Туда Значит В церковь Значит Может Мобильный А Wi-Fi Не будет тормозить В принципе Да У меня Не мобильный У меня Wi-Fi Когда я подключаю Мобильный интернет У меня здесь тоже тормозит Очень сильно тормозит И он дорогой Мобильный интернет У меня быстро Деньги уходят Все Поэтому я Сейчас вот Wi-Fi Подключаюсь Здесь на квартире На этой квартире Wi-Fi Слава Богу Да И вот он Не тормозит Спасибо Господь За все Спасибо 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 Аллилуйя Аллилуйя Да И Григорий Как раз Он мне дал Книжку прочитать Он первый протестант В моей жизни Вообще Представляете Григорий Он первый протестант В моей судьбе Я до него Не общался Ни с кем Из протестантов Вообще Я общался Только с православными Внутри православия Общался только Среди православных И для православных То есть я даже И не думал никогда Знакомиться с протестантами Это Ютуб У меня тормозит Я вышла И зашла опять А Да Перезагрузить Да У меня тоже Если там загружается Допустим Тормозит Я просто перезагружаю Телефон Или компьютер Перезагружаю Вот И Григорий Мы с ним пообщались Познакомились Тогда Вот И он дал мне Прочесть книгу А Ну началось Вообще Я первый начал Не он Первый я начал Я ему дал книгу Прочитать Земная жизнь Пресвятой Богородицы Вот И А мне очень хотелось Его Ну спасти Потому что Надо же Думаю В такую секту Вляпался человек Ну хороший Видно умный человек Значит Порядочный Такой Спокойный Вот думаю Ну Оступился Человек Попал в секту Я же не знал Что он там вырос вообще Я же не знал Да Вот И значит И я ему дал прочесть Вот Дал ему книжку Вот говорю Григорий Не заблуждайтесь Говорю Какие же вы христиане Говорю Креста не носите Святым не молитесь А будет запись Вашего видео Мы бы Григорию Показали Не знаю Ну вот Это видео Покажите Не знаю Там Нет Есть же мои свидетельства Да Хотел бы Сергей узнать Как насчет Нового поколения Сан Салмана Бука Рига Алексея Ольга Ледяева Я что-то слышал Что Ой Перезагрузка В 11-13 Аскине Новосибирск Томск А в Томске Бывал я Но в Скине Там не бывал я Мадабуку Очень люблю Благоставляю Я с ним служил Не раз Словом Божьим Вместе мы с ним Служили на конференциях Тоже проповедовали Вместе с ним И здесь в Киеве Тоже В Риге У Алексея Ольга Ледяева Я бывал Исход был А теперь Скине называется А Как же людям донести Что они не мучили Марию Своими просьбами И молитвами Алла пишет Да Мария Это не мучается Она радуется Она славит Господа Вот значит На небесах И культ Богородицы Никакого отношения К Марии не имеет И вот я как раз А я Григорий наоборот Как раз совращал К Марии К Богородице И вот я ему дал Книжку Земная жизнь Пресвятой Богородице Прочесть А он мне В ответ Представляете Дал значит Книгу Эрла Штегина Проповеди Учение Иисуса Пишет Да я иногда Депрессия у меня Из-за страха Что я не смог Отказаться От метки Зверя И не хватает сил Ведь у меня Есть один страх Пауков И вдруг Солдаты Антихриста Вокруг меня Было Жуть как У вас какие-то Значит Страшилки Какие-то Пугалки Вот Совершенная любовь Изгоняет Всякий страх Не нужны Вам никакие Страхи Не нужны Вам никакие Страшилки Ни какие-то Пауки Там ничего Вам нужен Иисус Просто Иисус Нужен Реальный Иисус Ни Бог Ни Пророк Ни кто там Забудьте Об этом Все Забудьте Об этой Теологии Потому что Вы много Видимо Теологии Всякой изучали Знаете Просто Иисус Реальный Иисус вам нужен Реальный Иисус Реальная встреча с Ним нужна А, кстати, когда с Григорием мы снова встретились Потом обменялись снова литературой Он мне как раз и говорит Батюшка, а приходите к нам на служение А я ему сказал Мне очень понравилась книга Может быть у вас есть какая-то другая книга Этого автора Я там в конце прочел, что там это трилогия Три книги Людмила Плет написала Пробуждение начается с меня Время начать суду с Дома Божьего И глаз вопиющий в пустыне Григорий первый раз мне дал Время начать суду с Дома Божьего Который я прочитал А потом уже все остальные две прочитал И Григорий дал мне почитать Слава Богу Первую книгу И говорит мне Приходите к нам на собрание Думаю, э, нет, думаю, точно Американская спецподготовка Палец ему в рот не ложи По локоть отхапают точно Сектанты, думаю Ну все-таки сектанты какие есть Но я уже не отказался Я там начну и сказал, что Ну, я же батюшка Я же священник Я же занят У меня храм Я же настоятель И округ огромный Много сел Воскресенье Вот так вот Весь в работах А он говорит А у нас и на буднях есть В будничные дни есть тоже Какие-то собрания По вечеркам Собираемся по вечерам Я думаю Ну, я сказал так Что говорю Григорий, знаете Говорю, если Какая-то Оказия случится Что-то такое будет Ну Зайду к вам На гонек Как говорится А сам думаю Что я там забыл вообще И знаете что Друзья Ангелы взяли И подстроили Оказию Подстроили Оказию Вскоре Буквально там Ну, я не знаю Сколько прошло времени Может месяц Я не знаю Сколько там Короче Однажды вечером Делать было нечего Я был в райцентре И недалеко от дома молитвенного И у меня такая мысль А не зайти бы Этим вечером К братьям Меньшим К пятидесятникам Думаю Я уже к тому времени Уже братьями меньшими Даже готов был назвать Ну, в уме По крайней мере Потому что я прочитал Все три книги Людмила Плетт Вот эти Вышеназванные И я был очень Удивлен Восхищен Этим пробуждением Духовным Эрла Штекен Эти кваси за банду Эти из улуса Эти в общем Думаю здорово Вот это Да, думаю Не православный автор Думаю Надо же Но такие православные вещи пишут Такие важные вещи пишут И вот я туда попал К ним в дом молитвенный Я зашагал себе Думаю Я пойду Тем более Думаю, как раз не сначала Думаю Я там был недалеко Думаю, сейчас зайду Как раз к ним на огонек Побуду немного Посмотрю И уйду И вот буквально Я уже был перед зданием Там у них Площадь такая И пространство перед зданием И я вдруг Остановился Думаю Куда я иду вообще Куда я иду Это же Сураж Это деревня По сути Ну извиняюсь Маленький городок То есть там Все друг друга знают Там сарафанное радио Язычники же Языки вот такие вот Язычники Там сразу все Все новости расходятся Моментально Тем более батюшка Был на собрании Думаю Это же вообще Позорище какой будет потом А я же в рясе был С крестом на груди Со своим иерейским крестом И А потом думаю Стоп И сейчас я думаю Сейчас развернусь Уйду Думаю еще хуже Молва будет Наверняка меня уже заметили А я уже перед домом Молитвенным этим Думаю Скажут Ага батюшка Что-то там вечером шаманил Возле дома молитвенного Что-то Вот думаю Вообще Греха не оберешься Тогда еще хуже будет Вообще думаю И потом думаю А чего мне бояться В принципе Ладно Земля наша Православная Это не американские секты И народное тело А мы на своей земле Как бы Пусть они боятся вообще Вот значит И как говорится Морду танком Я перекрестил Дом молитвенный Весь значит Да Сам перекрестился Весь значит Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Зашел В дом молитвенный Все с молитвой Думаю Вот все Ха И там Девчонка одна была Она перепугалась Там Я говорю Девушка Куда мне пройти А там Слышь Они что-то шумят А там много дверей Еще Куда В какую дверь заходить Я не знаю вообще Там несколько дверей Туда двери Туда двери Куда заходить Не знаю А мне эта девушка Она даже Онемела Она увидела Батюшка В рясе С крестом Испугалась видимо И мне так пальцем Так показывает Я думаю Зомбирована Еще думаю Какая-то Она дара речи Лишилась Даже От страха Такого Короче И я пошел Ну думаю Ладно Думаю Толка не добьешься Девчонки Но я дошел До конца Последней дверь Думаю Наверное Как у нас Крайней дверь Надо зайти И там Где-то сзади Постою Посмотрю За их Свободою И уйду В освояси Авось Много ереса Не наберусь Короче Представляете Я открываю Дверь И Захожу И прямо На сцену Прямо На сцену Попал Представляете Первый раз И прямо На сцену Там эта дверь Закрывалась У них А в этот вечер Эта дверь была Открыта Просто захлопнута И все Короче Я попал Прямо на сцену Вот тебе Трибуна С микрофоном Вот тебе Стол Накрыто Скатертью Мне напомнило Как парт Собрание Какое-то Никакая Ни церковь Ни тебе Икон Вообще Ничего Что с религией Связано Ничегошеньки Там не было Ну там Потом Присмотрелся Уже Там эти тексты Какие-то Из писаний Были Ну и все Короче Кино Кино И немцы И эти Песятники Обомлели Дедушки Там Впереди Дедушки Сзади Бабушки Ну Старики Все были Ну Присели На меня Смотрят Я на них У старичков Впереди Там рты Пораскрывались От Изумления Они там А Знаете Гоголь Как говорится Да К нам Приехал Ревизор Немая сцена Точно Немая сцена И А еще там Сзади Еще женщина Одна Она встала На меня Пальцем Так тычет И так Что-то Короче Типа как Каспер Привидение Какое-то Короче А эта Женщина Она сидела Вместе Со своим Мужем У них там Братья сидели Впереди Женщины Сзади Сидели Но В тот Вечер Муж Сидел Среди Жени Ну Со своей Женой Сидел Его туда На карантин Отправили Какой-то Там То есть Свой У них Свои там Были такие Заморочки Короче Его Этого Брата Родной Брат Его Стал Харизматом И Его На всякий Случай Хотя он Клялся Обожился Что ни слухом Ни духом Но его На всякий Случай Тоже на карантин Туда отправили Назад Вот Короче Такая история Ну Свои там Тараканы Вот Но что интересно Значит И Да Ну Пришли в себя Народ Пришел в себя Значит Да Все Значит Меня там Среди гостей Посадили Видят Я трезвый Не буяню Просто ошибся Двери Вообще Вот Я там Объяснил Что как мог Что у меня Брат Григорий Ну Я сказал Не брат Но вообще Григорий Пригласил Значит Я вот Решился Вот Прийти Сегодня Короче Народ успокоился Видит Что я пришел С миром Как бы Да Не буяню Все И меня Среди гостей Посадили Все там Сижу себе И вот Вышел один старичок Там в основном Все были старички Вот Вечернее собрание Такое было Какое-то И И старичок Этот Такой Боровичок Он значит Такой сиденький Весь Он значит Сказал Давайте Споем Общим пением Псалом Номер там 700 Такой-то Все встали Ну я тоже встал Что я рыжий Что-то тоже встал Вот значит И И запели этот псалом Ой Я так люблю Этот псалом С тех пор Вообще обожаю Просто И Ой Это самый первый Протестантский Псалом Неправославный Который я в своей жизни Услышал И он Был прямо в десяточку Как говорит в Израиле Да Да Вот действительно Это было то Что нужно Это Любовь Христа Аллилуйя Любовь Христа Безмерно Велика Начала Нет И льется Как река И как волна Лапзает Берега И глубока Светла И широка И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли Иметь надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить Приди скорей Скорей тебя Он ждет Давно стоит У каменных ворот Стучит к тебе Открой уже пора Прими любовь Без злату Без злата Серебра И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли Иметь Надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить О если б знал Живущий На земле Любовь Христа Лишь ею Дышат все И если Бог Любовь Поднял на миг То этот мир Давно б уже Погиб И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь Надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить Слава тебе Господь Аллилуйя О Аллилуйя 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 Аминь Аллилуйя 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 Аллилуйя, 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 О, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь Святой, слава за великую Твою любовь Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое Благословен Ты, Царь Славы Аминь Аллилуйя Аллилуйя